МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И применить инновационные технологии в мегаполисах в Петербурге стартовал международный муниципальный форум «Странбрикс». Доходные дома возвращаются сотрудникам сферы ЖКХ. Снова предоставят бесплатное жилье. Программа в ближайшее время начнет действовать в Петербурге. Это про Питер. Стильно и качественно. Как молодой бренд, рожденный на берегах Невы, завоевал сердца модников? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По факту ЧП на участке газопровода во Всеволожске, где пять дней назад произошел крупный пожар, возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить виновных в нарушении требований промышленной безопасности и разобраться в причинах разгерметизации магистрали. Напомню, разрушение трубы произошло на 782-м километре газопровода Белоусов-Ленинград. Началась утечка, и газ вспыхнул. Очевидцы говорят, что даже в десятки километров от места происшествия в домах дрожали стекла, а пламя было видно из центра города. Спасателям не сразу удалось подобраться к очагу возгорания. К счастью, происшествие обошлось без жертв. По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершению преступления. Назначен ряд судебных экспертиз. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Добавлю, что поставщики газа оценили ущерба, причиненный в результате утечки и последующего возгорания топлива в 14 миллионов рублей. На теплоснабжение Петербурга инцидент не повлиял. Добрыня прошел испытания морозами, дождем и сильным ветром. На Абуховском заводе, входящем в концерн «Алмаз-Антей», развернули серийное производство беспилотников для гражданского применения. Вот таких Добрынь к концу года обещают выпустить порядка тысячи, причем один умнее другого. Пока максимальная высота полета до 3 километров, а протяженность маршрута 20. Но, по словам разработчиков, это не предел полета. Их мысли и самого Добрыни. Добрыня Дмитрий Ковалев увидел аппарат в действии. На небольшом экране транслируется происходящее в огромной испытательной камере. Температура внутри минус 31 градус. Добрыня на 75% полностью отечественная разработка. Весь процесс сосредоточен в одном из корпусов завода. Это позволяет оптимизировать техпроцесс и повысить контроль качества. Важный этап испытания – неблагоприятная погода. Собирают дроны из прочных материалов. В основе рама из карбона. Защитная часть из крепкого пластика сделана методом 3D-печати. К слову, детали для Добрыни изготавливают вот на таких 3D-принтерах. Гелиос-1 – это тоже разработка сотрудников завода. Модель уже зарекомендовала себя. Во-первых, есть защита от доступа в зону печати. Ну а второе преимущество – это возможность доработать аддитивную машину. Добавить еще один экструдер или переустановить программное обеспечение. В ноябре здесь выпустят 400 квадрокоптеров, а к концу года уже тысячу беспилотников Добрыня. И дронов много не бывает. Мы очевидно понимаем, что вступаем в новую эпоху. Роботизированные комплексы, беспилотный транспорт, беспилотные аппараты, наземные, подводные, надводные, летающие. Я думаю, что это будущее, поэтому мы идем в ногу со временем и стараемся его опередить. Разработчики постоянно в процессе совершенствования. Проектируются новые двигатели в два раза мощнее аналогов из Азии. Это позволит увеличить дальность полета и скорость. Его можно использовать для спортивных мероприятий. Скорость у аппарата высокая. То есть в зависимости от нагрузки, которая установлена на него, может достигать 150-180 км в час. Необходимо отметить, что аппарат умеет летать по программе. Добрыня не единственная модель петербургских разработчиков для гражданских нужд. Шестилучевой мультикоптер «Горыныч» способен пролететь уже 50 км с грузом в 10 кг. Его основная задача – доставка почты или продуктов. Дмитрий Ковалев, Игорь Востеряков, Евгений Винокуров. Новости телеканал Санкт-Петербург. Новую технологию, которая может сыграть весомую роль в вопросе освоения пустыни, представили на открытии Международного муниципального форума «Странбрикса». С ее помощью неплодородная почва превратится в азис сельскохозяйственных культур. Такой технологией заинтересовались страны арабского мира. Ну а Китай уже готов вкладывать деньги в реализацию проекта. Основной интерес стран-участниц съезда прикован к модернизации банковского сектора в условиях введенных ограничений. С подробностями Александр Буренин. Так уж повелось, при упоминании термина «муниципалитет» представляется такая небольшая территория. Но это далеко не всегда так. Например, в странах-членах БРИКС небольшими муниципальными городами считаются города с населением, ну, где-то 8, 10, 12 миллионов человек. И у этих территорий есть свои потребности и идеи, для воплощения которых они и приехали сюда. Особый спрос на российский опыт в банковском секторе. После того, как страну отключили от крупнейших платежных систем и в кратчайшие сроки были созданы отечественные аналоги, многие страны БРИКС стали интересоваться нашими банковскими продуктами. У нас есть продукт «Цифровая банковская платформа». Это возможность сделать практически любой банк, находящийся в любом практически текущем состоянии, цифровым. Причем за достаточно короткий период, и в том числе, например, из облака. Это все каналы коммуникации клиента, это его новый пользовательский опыт. Если самым простым языком. Мобильное приложение, онлайн-банкинг, автоматизация обслуживания клиента, когда он находится в офисе. На форуме представлено множество проектов, которые могут заинтересовать партнеров за рубежом. Статус мероприятия подчеркнули и на церемонии открытия. Приветствовали участников даже с Международной космической станции. Поздравительную телеграмму отправил и губернатор Петербурга Александр Беглов. Сегодня при вашем непосредственном участии строится справедливая многополярная система, основанная на взаимном уважении, государственного суверенитета, возможности независимо высказывать и отстаивать собственные законные интересы, развивать многостороннее и равноправное сотрудничество. Важнейшая тема для стран БРИКС – экология, поэтому на форум приехали даже водоросли. Эта хлорелла используется для очистки воды и также для создания биодизеля, который по многим параметрам экологичнее привычного топлива. Ее начинка, скажем так, это зеленые микроводоросли рода хлорелла. Эти микроводоросли – это объект биотехнологии. Из нее производятся различные продукты с повышенной стоимостью, добавочной, такие, как вот здесь представленный биодизель, сухая биомасса. Крупные иностранные компании готовы и вкладывать свои средства, заменяя на рынке Петербурга ушедшие западные. Сейчас у нас освободились ниши. Коллеги из Европы, некоторые компании решили уйти. И вот вместо них сейчас будут приходить другие компании. И вот эта площадка дает им возможность показать, какие ниши сейчас свободны. Так что участники подчеркивают – ничего не закончилось и не остановилось. Будущее обязательно наступит. Это будет та самая новая реальность. Александр Буренин, Игорь Кочаровский, Дмитрий Баландин, Мария Дмитриева, Телеканал Санкт-Петербург. Почти полтысячи фонарей нового поколения осветили Пулковское шоссе. Сегодня завершился первый этап модернизации освещения этой городской магистрали. Как отметил губернатор Александр Беглов, по этапной замене устаревших ламп на фонаре нового поколения позволяет добиться равномерного освещения всех элементов городской среды – улиц, переулков, внутриквартальных территорий. Так, на Полковском шоссе, на участке дома номер 53 до 109-го места натриевых ламп на 400 Вт установили светодиодные фонари мощностью 250 Вт. Их разместили на существующие опоры, света стало больше, улучшилась видимость дорожной разметки, знаков и указателей. При этом энергии потребляется значительно меньше. Если говорить об экономии, наверное, корректным будет назвать цифру около 10%. Дело в том, что каждый отдельный светильник позволяет экономить значительно больше, даже больше 25%. Однако в городе с каждым годом увеличивается число как объектов наружного освещения, так и просто светильников. Заменять натриевые светильники на светодиодные на Полковском шоссе продолжат в будущем году. Специалисты обновят больше 900 фонарей. Сотрудникам ЖКХ будут предоставлять бесплатное жилье в доходных домах. На новую систему Петербурга готовится перейти в ближайшее время. Сегодня представители жилищного комитета проверили условия в одном из таких зданий, как оценили, узнала Светлана Бахчеванжин. Проходите, проходите, проходите. Мы почистим. Две кровати, шкафы, телевизор, полы устелены коврами, а на стенах картины. Сразу видно, уют этого скромного жилища создан женскими руками. Наталья здесь живет уже два года. Это вот подарок. Вот это мы сами рисовали. Еще там у нас разработки. У нас многие балуются. Ну а что в свободное время, почему бы не заняться. Вот даже вот банально, что не могу справиться, помогает человек в телефоне скачать. Ну вот так вот, друг дружке. Кто там в магазин пошел, ты мне это купи. Ну вот, как-то вот в таком ключе. Очень-очень слаженно, очень дружно. Я, конечно, например, я очень довольна. На каждом этаже доходного дома есть все необходимое. Душевые, прачечные со стиральными машинами, а просторные кухни, оборудованные техникой. Все нормально, все хорошо. Видите, у нас все чисто, все нормально. Соседи все нормально, небуйные даже. Мы следим за чистотой, за тем, чтобы вовремя... Ну, естественно, уборка, это даже не обсуждается. Уборка жилых помещений, мест общего пользования, смена постельного белья. Это все происходит в обычном режиме. Постельное белье и предоставляется, и смена постельного белья трижды в месяц, раз в 10 дней. Сегодня в городе 15 доходных домов, в которых обустроено общежитие для рабочих. Ожидается, все здания будут заселены новыми сотрудниками ЖКХ уже после Нового года. Именно тогда в Петербурге начнется первый этап перехода на новую систему уборки, в рамках которой вместо подрядных организаций за чистоту внутриквартальных территорий будут отвечать районные жилые агентства. Для этого в два раза увеличат штат дворников и трактористов. Это более 4 тысяч новых сотрудников, которым при необходимости предоставят бесплатное жилье. Уже сейчас поступило почти 2,5 тысячи заявок от желающих пойти на работу в районные жилищные агентства. Мы гарантируем белую зарплату, весь социальный пакет, предусмотренный трудовым кодексом. Это гарантированный отпуск, это гарантированный больничный, это оплата часов переработки, оплата работы в выходные дни. И самое главное, это достойная заработная плата. Как отмечают специалисты, профессия дворника в Петербурге становится все более привлекательной, в том числе и финансово. Так, заработная плата работников ручного труда начинается от 49 тысяч рублей, а трактористов-механизаторов от 77 тысяч рублей. Светлана Бахчеванжи, Сергей Кочергин, Александр Макаренко. Новости, телеканал Санкт-Петербург. До конца года Петербург получит 102 новые кареты скорой помощи. Уже поступило 6 автомобилей, остальные по условиям контракта доставят до середины декабря. Все машины приобретены за счет средств городского бюджета и на марке российской сборки белого и желтого цветов оснащены необходимым оборудованием. Как отметил губернатор Александр Беглов, от эффективности службы скорой помощи зависит жизнь и здоровье граждан. О других заметных событиях дня в коротком обзоре. В субботу из-за ремонта пути на месяц отменяется трамвайное движение по Финляндскому проспекту. Вагоны 3 и 6 маршрутов пустят в объезд закрытого участка через Гренадерский мост. При этом тройка проедет только до станции метро Выборгская и лишая шестерка довезет до площади Ленина. По Самсоневскому мосту продлят автобус номер 28, который будет разворачиваться у Горьковской. Отчего бурлит Нева? Специалисты водоканала разъяснили, откуда на поверхности реки возникают гигантские пузыри, которые периодически наблюдают горожане. Оказалось, что так продувают фильтры, через которые идет забор воды. Нужно убрать из решеток мелкий речный мусор, ветки, водоросли и ракушки. Очистка каждого фильтра, а всего их 6, проводится 1-3 раза в неделю. Петербург вошел в тройку лидеров по итогам всероссийской акции по сбору макулатуры. Горожане собрали более 88 тонн бумажных отходов. В акции приняли участие более полусотни предприятий. Самыми результативными оказались управление Федеральной почтовой службы СПВГУ и лицея 226 Фрунзенского района. Собранная в стране макулатура позволила спасти 12 тысяч гектаров леса. Арт-фестиваль «Вдохновение» открылся в пансионе воспитания с Министерства обороны. Он посвящен году культурного наследия народов России. Свои работы, инсталляции, куклы, украшения, вышивку представили местные воспитанницы и гости из Кызыльского президентского кадетского училища. С приветственным словом на фестивале выступил вице-губернатор Борис Петровский. 75 лет исполнилось Центру содействия семейному воспитанию номер 13. Сегодня для воспитанников и работников учреждения состоялся праздничный концерт. В его стенах воспитываются 60 сирот и детей, оставшихся без попечения, родители, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья. Центр был создан в трудные послевоенные годы и стал с течением времени настоящим домом для сотен детей, оказавшихся без родителей. Профессионализм и душевная отзывчивость сотрудников позволяют окружить каждого ребенка теплом, заботой и вниманием. Мы сегодня действительно отмечаем замечательную дату 75 лет Центра содействия семейного воспитания номер 13. Несмотря на то, что он номер 13, эта цифра является счастливой для детей. И действительно весь коллектив, он достоин колоссального, огромного уважения. Добавлю в честь юбилея работникам Центра, сегодня выдали почетные грамоты от городского правительства и законодательного собрания Петербурга. Никаких принтов, необычных деталей и кроя, только минимализма, спокойные силуэты и оттенки бренда, созданные на берегах Невы. Участники проекта «Петербургский дизайн» показали, как устроено их производство при создании образов. И выборе материалов придерживаются основных критериев, чтобы было и комфортно, и красиво. Благодаря проекту «Петербургский дизайн» у создателей бренда появились и новые перспективы. В коллаборации с молодыми модельерами выпускать сумки, рюкзаки и другие аксессуары. В будущем бренд может стать достойной заменой вышедшей маркой. Мария Марченко оценила. Основатели этого бренда начинали с выпуска мерча для своей танцевальной студии. Футболки и леггинсы заказывали на стороне. Качество не устраивало, поэтому в марте открыли собственное производство. Рисковали сильно. Это было время неопределенности. Но для них оно стало временем возможностей. Худи и джогеры понравились не только танцорам. Сегодня одежда под маркой «Про Питер» продается в магазинах «Петербургский дизайн». Этот проект, запущенный правительством города, призван поддержать локальные бренды. Мы, когда узнали об этом проекте, у нас не было вообще никаких сомнений. Нужно участвовать, потому что это возможность выйти на более широкую аудиторию, показать, что можно одеваться хорошо, красиво и при этом недорого, потому что наша одежда, наши цены очень демократичны. В сочетании адекватной цены и высокого качества и заключается секрет успеха бренда. Для пошивы используют только хлопок премиального сегмента производства Турции и Узбекистана. На производстве контролируют все этапы – от разработки моделей и кроя до маркировки. Прислушиваются и к мнению покупателей. Это не чистый хлопок. Это хлопок с эластаном, с примесью. Из-за добавления синтетики ткань более устойчива и к стирке, и к износу. Из-за этого коленки не вытягиваются на штанах, на брюках – это тоже большая проблема. И футболки тоже не растягиваются, они держат форму, швы эластичные. В основном одежда про Питер – базовых оттенков, отражающих атмосферу нашего северного города. Недавно в качестве эксперимента отшили лонгсливы в цвете фуксии и гортензии. И не прогадали – почти вся партия продана. А еще в дополнение к взрослым моделям выпустили детские, чтобы можно было собрать фэмили-лук. Создаем такую свободную, стильную одежду, в которой удобно танцевать, в которой удобно заниматься спортом, в которой удобно вообще жить. К декабрю линейку расширят, выпустят мягкие и уютные брюки из фланели. В таких захочется провести дома все новогодние праздники. Мария Маршенко, Алексей Погодин, Мария Плакидина. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. Записать видеопрезентацию, послушать виниловые пластинки, напечатать собственную открытку или даже книгу. И все это в одном месте на Варшавской улице открыли после капитального ремонта центральную библиотеку имени Константина Паустовского. Помещение обновили к юбилею. Впервые двери для читателей здесь распахнулись 95 лет назад. Библиотека продолжала работать даже в блокаду, хотя адреса менялись дважды. Спустя почти век от классической библиотеки остались, пожалуй, только стеллажи с литературой. На входе появилась интерактивная навигация, а также фото, зона, зал для переговоров и студия. Наверное, вы спросите меня, ну зачем библиотеки? Все есть в интернете. Кто к вам ходит? Зачем вкладываются такие средства в библиотеки? Но я хочу сказать, что как только открывается комфортное, красивое помещение, пространство, наполненное книгами, информацией, событиями, новыми технологиями, немедленно сюда идет молодежь. Мы проводили в том числе и опросы наших жителей, для того, чтобы понять, как разные социальные группы удовлетворить. Потому что, безусловно, то, что интересно, например, опытным читателям, может быть, не очень интересно только начинающим. И нам нужно было найти те формы, которые бы привлекли внимание к библиотеке. Книжный фонд обновленной библиотеки насчитывает 100 тысяч зданий, работает и круглосуточная станция возврата литературы. Зимнее развлечение с панорамным видом. Новый каток сегодня открылся прямо у станции метро «Зенит». Новогоднюю атмосферу там уже можно почувствовать в полной мере. Ледовая площадка украшена гирляндами и фонариками. Кроме того, рядом открылось ледовое кафе. Ну, что символично открыл каток олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин. Он провел мастер-класс для всех гостей. Но Виктория Дземина тоже открыла сезон и встала на коньки. Вид на Лахта-центр – самый главный футбольный стадион города и Финский залив. Сегодня этот каток – самый большой каток под открытым небом в Санкт-Петербурге. Его площадь – почти 3000 квадратных метров. На улице минус 6 ощущается как минус 10. Но олимпийский чемпион Алексей Ягудин официально открывший каток согрел озябших зрителей жаркой программой. Не каждый день на обычном городском катке можно увидеть многократного чемпиона мира и Европы. Гости церемонии не просто увидели, они прокатились бок о бок по льду со звездным фигуристом и приняли участие в мастер-классе от Ягудина. Фонарик на ногу, фонарик на другую. Самое главное – надо обучить людей, как правильно падать. Я не шучу, а зачастую падают назад, а там за тыл ты руки не можешь поставить. Поэтому самое основное и часто задаваемое при первых уроках – как научиться тормозить. Но здесь в шутку я говорю – вот видите бортик, вот просто скользите по направлению к бортику. Еще несколько лет назад на этом участке Южной дороги был пустырь. Новое общественное пространство, центральным объектом которой стал каток – не просто модное место отдыха, но главное – доступное. Расположение рядом с метро, свободный вход и выделенные бесплатные часы для всех желающих на катке. Вообще замечательно. Каток очень большой, просторный, очень красиво все украшено. Мне нравится и оформление, вот это все красиво сделано, то, что на берегу все находится. Что больше нравится? Ну, вот оттуда можно сюда прокатиться. Прокат коньков, теплые шатры и кафе. За раз комфортная ледовая площадка готова принять порядка 300 катающихся. Летом на месте катка разместится концертная зона. Летом это также зона релакса, зона, где можно позагорать, отдохнуть. Также мы планируем в течение двух лет построить два открытых бассейна, круглодичное использование. Поэтому мы развиваем территорию и делаем ее более комфортной. Покрытие позволяет кататься до плюс десяти, а потому насладиться открыточными видами северной столицы. На коньках можно будет вплоть до самого апреля. Виктория Демина, Андрей Жохов, Александр Макаренко. Новости. Телеканал Санкт-Петербург. А сейчас новости экономики. В студии Аркадий Широградский. Добрый вечер. Я в предвкушении покататься на коньках, но все-таки пришло действительно время новостей экономики. И мы начинаем их рассказывать прямо сейчас.